Друзья, всем привет! Меня зовут Миша Ряженко, вы на моем канале с упражнениями. Если вам интересно глубже погружаться во всякие движухи, которые здесь, как сегодня, мы погрузимся с вами в динамику на перегрузе и упражнения для этого разберем, если вам это интересно, хотите прям погружаться глубже, все круче делать, то вот такая вот книжечка поможет вам решить все ваши вопросы с кучей видосов, курсов и все эти интересные материалы находятся по ссылочке в описании. Какая обычно существует проблема на перегрузе? Когда ребята хотят газануть, они газуют и выкручивают кучу гейна и забывают о том, что на самом-то деле, если по струне ударить слабо, то она будет звучать с одной динамикой, если по ней ударить чуть сильнее, будет уже с другой. И эта динамика на самом деле, ну, может быть, не такая богатая с точки зрения разнообразия этих динамических диапазонов, как на рояле или на фортепиано, но, тем не менее, тоже достаточно богатая. И будет классно, если на перегрузе у вас тоже получится с этим работать. Я играю сейчас в цифровую штуку, цифровая штука, называется она Neural DSP. И, кстати, если интересно, запишу отдельный ролик об этом уже на другом канале. Вот пример, как можно звучать разнообразно при помощи работы с динамическим диапазоном. То есть у меня не однообразно все это звучит, а с разными оттенками, где-то приглушенно, где-то громко, где-то тихо, где-то агрессивно, где-то нет. Хотя вроде бы я играю статичный достаточно риф. В общем, упражнение достаточно простое. Первая история. Мы берем одну струну и разгоняем динамику на перегрузе, ну, на таком значительном перегрузе, от самой минимальной до прям самой максимальной открытой. То есть это было и в одну сторону разгоняя, и в другую сторону сворачивая, соответственно, эту динамику. А теперь то же самое с аккордом. Берем любой аккорд, ну, например, какой-то квинтовый, там вот ля, например, и фигачим его. На самом деле супер просто, но вы не представляете, насколько это важно делать любому гитаристу, чтобы почувствовать, как даже простейший перегруз, которого порой накручивается очень много излишне, как ему можно придать 60 оттенков перегруза, на самом деле, очень много. И на крутых записях, которые нам все с вами нравятся, можно услышать очень много различных примеров, когда за счет sound production, как раз звучание, к которому мы привыкли, оно как раз имело очень много оттенков, и нам оно нравится таким, какой оно есть, хотя казалось бы, ну, что там, просто перегруз, типа фигачишь, и все. Нет, не все. Продюсеры обычно вытрясают из даже популярных артистов самые-самые-самые важные оттенки этих перегрузов, когда записывают легендарные записи. Правда, сейчас уже легендарные записи никто не записывает. Вот такое упражнение. Спасибо, что посмотрели и подписались. И также пособие я вам уже показал по ссылочкам внизу.